Привет, народ! Я надеюсь, вы уже хорошенько отдохнули, открыли все свои новогодние подарки, доели все салатики и готовы покорять Новый Год своей продуктивностью. Так что с наступившим вас и давайте не затягивайте долго, не валяйтесь в постельки, а идите в зал, как и обещали. Ну а мы начнем этот год с новостей, потому что производители фото-видеотехники долго не праздновали и на днях выкатили несколько интересных новинок. Во-первых, компания Canon представила новое поколение 1DX, об этом вам расскажет Олег вот в этом видео, так что переходите, смотрите, если интересно. А я вам сейчас расскажу о новеньком Nikon D780. И так как мне все время все не нравится, эта камера тоже не стала исключением, так что это видео будет подано под соусом гнева и боли. Но вы должны понять, как через страдания можно прийти к просветлению, так же и через бомбление можно прийти к нормальным камерам. Я же не ради хайпа это делаю, а ради того, чтобы производители техники посмотрели это видео, сделали выводы и начали делать хорошие продукты, которые мы и стали бы покупать. Итак, начнем. Блин, это было больно. Ну как вообще в 2020 году можно выпустить зеркалку? Ну кому она нужна? Сейчас весь технический прогресс упирается в этот блок зеркала и пентапризмы. Ну вот сами посудите, еще пару лет назад все производители фото-видеотехники делали в первую очередь очень навороченные зеркалки, а потом по образу и подобию их делали сильно упрощенные беззеркалки. Сейчас же наоборот, в первую очередь все стремятся делать крутые беззеркалки и основная гонка производителей происходит именно на беззеркальном рынке. Ну и потом они уже берут комплектующие, функции от них и добавляют свои зеркальные камеры. И вы сейчас можете мне возразить, сказать, мол нифига подобного, зеркалки все равно топ, но тогда объясните мне одну вещь, почему компания Nikon выпускает новую зеркалку D780 и берет за основу позапрошлогоднюю беззеркалку Z6. Абсолютно вся начинка и функциональность такая же, как и в Z6. А именно, полнокадровый сенсор с разрешением 24 мегапикселя, гибридный автофокус с распознаванием лиц и глаз, серийная съемка 12 кадров в секунду с электронным затвором и 7 с механическим. Видео можно записывать в 4К при 30 кадрах в секунду на карту памяти, причем ролики записываются со всей площади матрицы, без кропа. Также можно снимать в Full HD 120 фпс. А еще на внешние рекордеры поддерживается вывод 10-битного 4К в N-Log или HDR. И теперь у меня вопрос, зачем брать эту зеркалку, если можно взять ту же Z6? Да, в зеркалках есть свои преимущества. Например, у вас оптический видоискатель, который показывает все, как в реальной жизни. И некоторым людям оптический видоискатель нравится больше. И еще для зеркалок намного больше парк оптики. Тем более, если вы уже давно сидите на одной системе и у вас есть несколько объективов под один байонет. Но давайте откинем тех людей, которые уже подсели на иглу зеркала Nikon и которые уже собрали в своем картеле множество линз. И к электронному видоискателю тоже можно привыкнуть, так что не нойте. Какие же преимущества у беззеркалки Z6? Во-первых, у нее меньше и легче корпус при той же функциональности. И самое главное, в Z6 есть матричная стабилизация, которой нет в новой D780. А еще не так давно в беззеркалку добавили возможность съемки RAW-видео. Я думаю, со временем и в D780 добавят эту возможность, но ее пока нет. И для кого-то это может стать преимуществом в сторону Z6. Ну и еще один весомый аргумент. Z6 дешевле, причем ощутимо, на целых 300 баксов. Но если вы ищете себе хорошую камеру только для фотографии и видео вам не особо важно, то можно взять Nikon D750 за 1500 долларов, а серую еще дешевле. D780 может ответить тем, что у нее батарейка значительно больше. Хотя нет, не так. Аккумулятор в обеих камерах одинаковый. Но от одного заряда батареи D780 может сделать около 2260 снимков, а Z6 всего 310. Еще раз, батарейки у них идентичные. В D780 целых два порта для microSD-карт. Оба они поддерживают UHS-2. А в Z6 всего один порт и то он непонятный XQD. А еще нужно учитывать, что зеркальная оптика будет дешевле и ее значительно больше. Хотя вы можете использовать любой объектив и на беззеркалке, просто через переходник. В общем, что покупать, это дело ваше. Но вы должны понять, что Nikon D780 неплохая камера, очень даже хорошая. Просто в 2020 году хотелось увидеть что-то поинтереснее, какие-то необычные функции. А нам по факту показали то, что мы видели уже полтора года назад, просто в другом форм-факторе. Пишите в комментариях, что вы думаете о новинках. Интересно будет почитать ваше мнение. Вот еще посмотрите вот эти два видео. Они очень крутые, я вам говорю, просто конфетка. Ну и с Новым годом вас, друзья. Пока! Продолжение следует...